Утренний эфир на телеканалах Беларусь1 и Беларусь24. Продолжает программа Зона Икс. Я Виолетта Соколович. Здравствуйте. Сама взяла кредит и перевела деньги мошенникам. Доверчива пенсионерку из Витебска. Телефонные аферисты обманули на 5000 рублей. Женщине позвонили якобы из банка и сказали, что прямо сейчас на нее неизвестные пытаются оформить кредит. И что она должна прийти и сама получить эту сумму. Женщина приехала в банк, сама оформила под руководством злоумышленников кредит и положила деньги на указанный ими счет через инфокиоск. После того, как я получила деньги, она меня направила в торговый центр, где находится инфокиоск. И вот этот инфокиоск у меня высосал 5000 денег. Большой популярностью у мошенников пользуется схема, которая приводит к потере денег после оформления кредита. При этом преступники представляются сотрудниками банка или силовых ведомств. И под различными предлогами убеждают взять на себя крупный заим. Жертвами подобного рода ловушек стали уже более 70 жителей области. И продолжит выпуск обзор криминальных и чрезвычайных происшествий. Около килограмма марихуаны оперативники изъяли в столице. Дурман обнаружили в квартире меньшанина и в тайниках. С поличным правоохранителя задержали 36-летнего торговца. Стражи порядка с помощью служебной собаки изъяли почти килограмм марихуаны. Часть наркотика задержанный успел разложить по тайникам в лесу. Со слов задержанного он успел поработать курьером на интернет-магазин по продаже наркотиков меньше месяца. Известно, что ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганских действий. ГАИ разбирается в обстоятельствах аварии, которая случилась накануне днем в Витебске на улице Кирова. В результате ДТП троих человек доставили в больницу. Кроссовер столкнулся с маршруткой. По предварительной информации, 57-летняя женщина на автомобиле Ниссан в результате разгерметизации колеса потеряла управление и столкнулась с попутным микроавтобусом «Мерседес». От удара легковушку отбросила на тротуар. Троих пассажиров маршрутки доставили в больницу для обследования. Почти 45 тонн лома цветного и черного металла изъяли правоохранители. Стражи порядка остановили большегруз, за рулем которого был 31-летний водитель. Официально нигде не работает. В прицепе авто обнаружили около 24 тонн лома цветного металла. Документов на груз не было. Как выяснилось, мужчина незаконно занимался заготовкой металлолома для дальнейшей реализации в другой стране. У него была готова к отправке еще одна партия. 21 тонна черного металла. Груз стоимостью более 160 тысяч рублей изъят. В отношении водителя большегруза начат административный процесс. Ему грозит штраф в размере до 100 базовых величин и конфискация товара. Мужчина ранее попадал в поле зрения правоохранителей. В декабре прошлого года его задержали при транспортировке этилового спирта. Тогда он перевозил 120 литров. Пьяная выходка обернулась уголовным делом. В Слуцке местный житель обратился в милицию с заявлением о том, что кто-то разбил в его авто фару. Машина была припаркована на стоянке по улице Парижской коммуны. Оперативники вышли на след дебошира, который ночью вступил в бой с транспортом. Помогли камеры видеонаблюдения в городе. Ущерб уже оценили. Это около 300 рублей. Возбуждено уголовное дело.